Здравствуйте, друзья! Квадроциклисты не очень любят выезжать на асфальт и когда нам приходится сокращать таким образом внедорожный маршрут, мы обычно говорим, ну что поделаешь, зато полчаса позора и мы на месте. Однако сегодня особый случай, нам предстоит большое путешествие по одной из красивейших автомобильных трасс мира, с пожалуй лучшим в нашей стране асфальтовым покрытием. Первые упоминания об этой дороге можно найти в записях китайских путешественников тысячелетней давности. Правда, в те времена она представляла собой вьючную тропу, пролегавшую вдоль цепочки горных ущелий. Колесный транспорт стал передвигаться по ней только в начале 20 века. А сегодня легендарная трасса, носящая название Чуйский тракт, является главной транспортной артерией горного Алтая. Кто никогда здесь не бывал, тот наверняка об этом мечтает. А кому посчастливилось хотя бы раз оказаться в этих краях, приезжают сюда снова и снова. Наша команда не исключение. И не беда, что нам пришлось пересечь больше половины страны, чтобы оказаться здесь, на юге Сибири, почти у самых границ с Монголией и Китаем. По одной из версий, название Алтай можно трактовать как край золотых гор. Хотя действительно золотыми они становятся осенью, в сентябре или даже октябре. Именно этот период нам кажется оптимальным для путешествий в эти края. Пик туристического сезона спадает, а растительный мир обретает совершенно фантастические краски. Но, к сожалению, осень скоротечна, и в этом путешествии мы не могли не почувствовать приближение зимних холодов. В высокогорных районах уже лежал снег, и порой это здорово затрудняло наше перемещение в пространстве. Ну а поскольку мы всегда хотим за ограниченный промежуток времени посмотреть как можно больше, мы решили в этот раз не увлекаться бездорожьем. Благо Алтай богат самыми разнообразными достопримечательностями, добраться до которых можно без особых усилий, по оборудованным экотропинкам, проложенным в самом прямом смысле в шаговой доступности от основной трассы Чуйского тракта. Несправедливо все-таки устроена наша планета. Где-то можно сотни и даже тысячи километров ехать, не встретив ничего хотя бы чуточку интересного. А есть и такие места, в которых концентрация достопримечательностей превосходит все разумные пределы. В одном из них можно оказаться, проехав всего пару десятков километров от столицы и единственного города республики Алтай – Горно-Алтайска. На левом берегу Катуни, рядом с одноименным поселком, есть точка, которую обычно посещают все, кто отправляется в путешествие по Алтаю. Скала – чертов палец. С нижних ракурсов от реки и проходящего вдоль нее шоссе скала не выглядит впечатляюще. И для того, чтобы оценить всю красоту этого объекта, нужно подняться на уступ речной террасы, возвышающейся более чем на 200 метров относительно уровня Катуни. Грунтовая колея довольно круто идет в подъем. Примерно половина маршрута не представляет сложностей даже для неполноприводных машин с небольшим дорожным просветом. А вот перед второй туристы чаще всего оставляют свой транспорт и продолжают восхождение пешком. Для нас крутизна склона оказалась некритичной, но мы стараемся двигаться медленно, чтобы не поднимать пыль. С верхней точки открывается панорама речной долины. Глубоко внизу несет свои бирюзовые воды Катунь. А на заднем плане виднеются цепи Алтайских гор, который нам предстоит увидеть ближе в процессе нашего дальнейшего путешествия. А вот и сам чертов палец. Пласты вулканической породы причудливо обработаны водой и ветром, а выступающий отдельно Астанец действительно напоминает конечность какого-то мифического существа с торчащим вверх каменным когтем. Как и у всякого выдающегося во всех смыслах места, у этой скалы есть своя легенда. Рассказывают, что жил некогда свирепый великан, который всячески тиранил местных жителей. То коров уведет, то куриц, то красных девиц. Пока, наконец, не нашелся храбрый добрый молодец на лихом коне, который втоптал великана в сырую землю, да так, что остался торчать только палец. Правда, какой палец история умалчивает, и теперь уже определить вряд ли возможно, поскольку все, что от великана осталось, успело окаменеть. Кстати, на самую вершину скалы, то есть на кончик пальца, можно забраться безо всякого специального снаряжения. Туда ведет каменная тропа, похожая на винтовую лестницу с отшлифованными множеством ног ступенями. Похоже, каждый посещающий это место считает своим долгом залезть и потоптаться на этой маленькой площадке. При такой нагрузке рано или поздно туристы завершат ратный подвиг славного богатыря, и последний палец великана будет вдавлен в грунт. В том, что это в конце концов произойдет, лично у меня нет никакого сомнения. Это всего лишь вопрос времени. Хотите взглянуть на Алтайские горы изнутри? Тогда вам с нами по пути. Мы поднимаемся по крутой лестничной галереи в большую Тавдинскую пещеру. Вход в нее находится на высоте около 40 метров относительно дна ущелья, в почти отвесной стене известкового утеса. В этих местах располагается целая группа карстовых лабиринтов и гротов, многие из которых сообщаются между собой. А наиболее интересные и доступные оборудованы для безопасного посещения туристами. Тавдинскими или Талдинскими пещеры называют по имени существовавшего в этих местах поселка и речки Талдушки. Большая Тавдинская пещера самая крупная и самая популярная. Суммарная протяженность всех ее ответвлений около 300 метров. Интересно, что основной магистральный ход имеет два выхода на поверхность, причем в разных уровнях, разница высот между которыми составляет больше 20 метров. Более миллиона лет назад этот коридор пробила подземная река. И сейчас мы шагаем вверх против течения теперь уже воображаемого потока. Внутри подземелья относительно тепло, сухо и можно гулять хоть в тапочках, не боясь испачкать ноги. Стены и своды ровные, почти без выступающих камней. Сюда проведена подсветка, так что можно обойтись без фонарика. Самый сложный участок представляет собой галерею с очень низким потолком. Продолжительный забег гусиным шагом не так уж легко дается даже для тренированных людей. Возникает большое желание встать на четвереньки или вообще продолжить двигаться ползком. Пройти всю дистанцию без остановки нам не удалось. Пришлось делать передышку, сидя на корточках. Ну что, скажите что-нибудь. Да мы не можем идти. Не можем идти. Отваливаются ножки. Нам не хватает еще кто-то съемок тут. Чик. Ну давайте дальше. О, здесь побольше наровка стало. Чуть дальше ход расширяется и можно наконец выпрямиться во весь рост. А на последних 40 метрах галерея круто уходит вверх и спирально изгибается. Хорошо, что для прохождения этого участка оборудована деревянная лестница. С глубокой древности Тавдинские пещеры были обитаемы. Скорее всего, люди постоянно в них не жили, но пользовались регулярно. Это подтверждают найденные при раскопках остатки глиняной посуды и разнообразной утвари, оставшейся еще со времен бронзового века. Недалеко от выхода на поверхность пещерный ход разделяется и в одном из тупиковых ответвлений можно увидеть инсталляцию, наглядно демонстрирующую, как могло выглядеть временное убежище наших далеких предков. Для дальнейшего знакомства с комплексом Тавдинских пещер нужно подняться еще на пару десятков метров вверх по крутому склону известковой скалы. Тропа оснащена веревочным поручнем. Он существенно упрощает подъем, но это не значит, что можно расслабиться. Ну как? Отлично! Немного передохнув, мы продолжаем осмотр достопримечательностей верхнего яруса. Живописная сводчатая конструкция когда-то была выходом Карстового тоннеля. В процессе естественного разрушения горы, длившемся многие тысячелетия, удивительным образом сохранилась только эта полукруглая арка. Впрочем, и она постепенно осыпается и становится все тоньше. Эти два отверстия называют ноздри дракона. Они представляют собой сообщающиеся пещерки, входы в которых расположены рядом на расстоянии нескольких метров друг от друга, а извилистый подземный ход блуждает где-то в глубине известковой скалы. Считается, что прохождение из одной ноздри в другую обеспечивает здоровье и удачу на много лет вперед. Вот только в каком направлении идти, мы забыли уточнить. Застрял? Я, говорит, там летиком! Пролетиком! Летиком! Ну чего здоровье-то будет? Теперь здоровье хоть отбавляй! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова